Задача брака, задача семьи в чём состоит? Недаром у Иоанна Затауста семья называется «малой церковью». Представляете? Малой церковью! Под церковью, разумеется, не храм, сами понимаете, не храм. Под церковью, разумеется, то, о чём сказал апостол. Церковь – это есть тело Христово, то есть, организм Христов. Организм какой? Целостный организм, здоровый организм. Вот этот здоровый, целостный организм, он излучает из себя величайшее благо, потому что оно в нём присутствует. Семья, говорит он, – это малая церковь. В чём же задача её? В чём задача церкви в наших земных условиях? Церковь, говорят, – это не курорт, это больница. Задача церкви – помочь исцеляться от тех вот этих ран, болезней, которыми все мы охвачены. Исцеляться! Церковь, ещё раз повторяю, это больница, а не курорт. Многие в церкви что ищут? Утешение! Ну, верно! Церковь утешает – верно! Но что такое утешение? Это слишком слабо! Требуется исцеление, а не утешение! Временное утешение – оно ничего не даст без исцеления! И вот семья-то оказывается самым, может быть, для подавляющего большинства людей лучшим средством, лучшей больницей исцеления своей души. Здесь вдруг соприкасаются два эго, два я своими страстями, своими привычками, своим эгоизмом. И вот здесь человек становится перед лицом самой священной, самой великой и самой прекрасной задачей, какой первая – увидит в себе эти страсти. Когда мы живём в отдельности, это не так даже видно. Только соприкасаясь с другими людьми, мы можем что-то увидеть, что в нас живёт. Меня кто-то толкнул – я разозлился. Увидел, что-то не так сделал – я тут же осудил. Увидел у кого-то лучше – я позавидовал. В семье происходит куда более сильное и глубокое. Здесь уже идёт соприкосновение не просто внешнее, а постоянное, ежеминутное, если хотите. Встречаются все страсти обеих сторон. И вот здесь это действительно семья может стать – христианская семья – настоящей больницей! Настоящей больницей! Требуется христианство только здесь! Требуется что? Две вещи – первые и необходимые! Первое! Первое и необходимое – нужно увидеть, что действительно я больной! Меня не тронь! Моё самолюбие – это просто как обнажённый нерв! Моя лень – Боже, ты мой! Моё самомнение – не прикоснись! Ох, как объективно посмотреть на себя! Здесь соприкасаясь, я могу увидеть, кто есть я! До этого я бы даже и не замечал! И не обращал даже внимания на это! Ну, что он не обращал внимания? Я и так чувствовал, что я очень хороший человек! А тут вдруг оказывается, что я плохой! Представьте себе! И кто это говорит, что я плохой? Она! Хм! А ты какая? Она говорит – это он-то такая дрянь! Перед чем мы? Какая картина открывается перед нами? Если хотите, просто новая и почти-почти неведомая, невиданная до сих пор картина! Я действительно остановлюсь верным! Ну, что же я взорвался-то ни с того ни с чего! С какой стати? Но почему я не должен сделать то-то и то-то? И так далее! Семья – это лучшее в земных условиях средство, при котором человек может увидеть самое главное, что для него нужно! Это увидеть! Увидеть – знаете что? Удивительная вещь! Увидеть, что он оказывается грешный! Грешный оказывается! Никогда не представлял этого! Ну, я знаю, что у меня один-два там есть, кое-что есть, есть! Но если бы этого не было, вот если бы это взять, вот так, отложить... В общем, я, ну, прекрасный человек! А здесь одно за другим вскрывается! Семья при правильном, говорю, отношении, при христианском взгляде на себя, дает человеку, наконец, увидеть, что, оказывается, он бедный, весь как непрерывный, обнажённые нервы со всех сторон! К чему не прикоснись только! Он тут же вскрикивает и взрывается! Это великое благо, которое приносит семья! Наконец-то он начинает видеть себя, кто он есть! Ведь вы же знаете, мы все знаем, самое страшное, когда мы говорим человеку, у вас серьёзная болезнь! У меня? Может, у вас? Вам надо в больницу! Идите сами! Самое ужасное, когда я не вижу, не признаю и не хочу признавать, что я болен! Семья открывает вот это первое и очень важное, важнейшее! Почему оно важнейшее? Кстати, оно важнейшее ещё и потому, что вот мы все говорим – Христос пришёл, пострадал за нас, Он нас спас, Он наш Спаситель! Так подумаешь – Спаситель! Ну, соседку мою, конечно, надо спасать, потому что такая змея! А меня-то что? Меня чего спасать? Я, в общем-то, ничего, человек! Вы слышите? Человек здесь только по мере того, как начинает видеть себя, открывается Ему, что, оказывается, Ему Христос нужен! А почему нужен? Не только потому, что я увиделся уже не одно-два, а десять-двадцать! Не только потому, что увидел, а ещё увидел нечто худшее! Увидеть это уже страшно! А когда ещё я увидел другое, я всё решил – всё! Больше я ни разу не вспыхну! Сдержусь! И тут же она мне подкинула! Я весь до потолка взлетел! Или Он мне! То есть, я не только уже вижу, что во мне есть, а я увидел другое! И я скажу вам это самое печальное, самое страшное – я никак не могу справиться с собой! Не могу! Не могу избавиться от этого! Что делать? Пытаюсь, кажется! Хочу! Потому что понимаю, что если не бороться с этими вещами, то вообще во что превратится вообще наша жизнь? Что это будет? И вдруг при всех попытках видит, что проваливается у него это дело, он убеждается, что, оказывается, искоренить страсть никак не может! Он вот – я держусь! Держусь! Некоторое время – не вру! А тут раз – и наврал! Не буду тщеславиться! И тут же такую произнёс себе Панигирик, что, Боже мой, лучше и не надо! И так далее! То есть, семейная жизнь, брак, оказывается, даёт возможность, во-первых, увидеть, как мы мягко называем, свои недостатки! Ну да, недостатки! Лукавство – это недостаток! Конечно, да! Ложь – это недостаток! Враньё! Ничего себе! Зеленеть от зависти – недостаток! Ненавидеть кого-то – невзлюбить – это недостаток! Разве это недостатки? Надо же понять, что каждый грех – это есть не что иное, как равносильно тому, что взять и ударить себя по голове палкой! Или нож всадить себе в бок! Вот что такое грех! Вот что такое грех! Но это обязательно... Это же самое важное! Потому что у нас мы так это привыкли очень ловко! Грех – это я перед Богом виноват! Кстати, католическое! Вот вам католицизм! Я перед Богом виноват! Как же правила нарушил на дороге? Я виноват! Там ГИБДТ... Да нет! Бог дал законы нашей жизни! И говорит – человек, я тебя предупреждаю! Предупреждаю чем? Заповедями! Предупреждаю тебя – не делай так! Ты себе вредишь! Ты себя уродуешь! Вот ведь, что такое заповеди-то Божии! Он дал... Господь дал законы! Дал предупреждения! Указал на многие заповеди – смотри, будь осторожен! Не делай другому того, чего не хочешь себе! Ни в коем случае! Ну, я ему-то негодяю! Ему же надо сделать всё-таки, да! Как это не сделать ему? Так вот, семья, оказывается, это изумительное... Изумительным просто, если хотите, ну, средством, что ли... Местом, в котором человек может увидеть... Правильно! Разумно смотрящий на себя! Увидеть свои страсти, свои грехи и увидеть, как я не могу с ними справиться! Не могу справиться! И как же быть? Если вы обратитесь к другим религиям, то вам скажут – ну и точка! Ну и точка! Что говорит христианство? Нет, не точка, а начало! Христос есть действительный Спаситель! Начни обращаться к Нему с молитвой! С молитвой... Ещё с молитвой не о всяких внешних этих своих делах, о событиях наших жизненных, об успехах и так далее, и о здоровье! Нет! О молитве о том, Господи, прости меня и помоги мне! Я не могу! Помоги мне! Опыт ни одного человека, ни десяти, ни ста, ни тысячи, ни сотен тысяч! Бесконечного множества христиан показал, что, оказывается, искреннее покаяние, именно искреннее покаяние, сопряжённое с посильным понуждением себя к исполнению заповеди, но ещё раз повторяю – искреннее покаяние, оказывается, необыкновенно сильным средством является в исцелении моей души! Но исцеляется душа как? По мере действительно осознание мною того, что я действительно никак не могу! Знаете, как называется это осознание? Смирение! По мере смирения вот этого осознания, видения и осознания собой, оказывается, Господь помогает! Опыт, говорит, бесчисленные! Бесчисленные просто множество раз! Скажу прямо – христианство – это экспериментальная наука! Это опытная наука! Это опытная наука, а не какая-нибудь! Причём опытная, которую может пройти любой человек, любой христианин! Простой пример приведу! Очень важный, кстати, в нашей жизни! Ну, у кого из нас не бывает таких случаев, когда приходится очень переживать? У всех! Что делать? И кажется – всё! Всё! Ничего нет, никаких внешних способов, чтобы избавиться! Человек страдает, переживает! Что делать? Христианство даёт средство! Средство избавиться от этого! Причём полностью избавиться! И не только избавиться, скажу больше! Какое-то средство! Оказывается! Вот скорбь! Действительно, большая скорбь! Тяжёлая скорбь! Что делать? Начни, человек, вникать и понять, и осознать, и сказать – Господи, я достойное по своим делам получил! – Не потому, что ты этот негодяй мне подстроил! Не потому, что обстоятельства так случились! Не потому, что на меня вирус налетел какой-то! А, Господи, я достойное по делам своим получаю! Тот, кто действительно искренне посмотрит в свою душу и действительно может искренне сказать, что достойное по своим делам я получаю! – Господи, помилуй меня! Тот человек, если он будет вникать в это, повторять будет это – не как-нибудь! Я подумал, решил и всё! Нет, нет, извините! Лечение требует непрерывного процесса, а не одной примочки! Господи, я достойное по делам моим получаю! И с понуждением, вопреки своей души, вопреки своему сердцу, вопреки своему желанию, говорит – Господи, слава Тебе! Сколько раз? Сто тысячу! Не считайте, а попробуйте! В наших руках средство освободиться от той тоски, от того отчаяния, от той боли, которая присутствует в нашей душе! Присутствует! Опыт говорит! Еще раз повторяю! Ни рассудок, ни этот компьютер, ни какие-то вычисления, а опыт! Говорит! Говорит, что человек, который так будет при скорби, действительно, говорит – достойный Господи по своим делам! Я знаю, кто я! Другие не знают, что во мне, а я-то знаю, что во мне! Что я думаю о других людях! Что я хочу другим людям! Как я отношусь к другим людям! Никто и не знает! Я-то знаю, сколько гадостей в моей душе! Господи, достойно и по делам своими я получаю! Слава Тебе! И вот, и вот, если человек вот так будет себя вести, так будет непрерывно, насколько хватит у него сил непрерывно повторять – Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! «То не просто пройдёт даже вот это страдание душевное, не только пройдёт, а ещё радость хлынет в душу того человека!» Вот посмотрите, когда нам какое-то лекарство обещает, мы тут же хватаемся и можем выпить любую гадость! И сколько её глотать даже! И какие только эксперименты над своим бедным телом не производить, лишь бы вылечиться! Здесь то, с чем мы соприкасаемся постоянно в нашей жизни, что не требует от нас никакой химии, никаких больниц, никаких врачей, никаких этих внешних пыток – требуется только одно! Но что требуется? Что требуется? «Достойное по делам моим получаю я!» «Ой, как это трудно!» «Да я-то достойное!» «Этот негодяй мне это сделал!» «Так кто достойен он или я?» «И он паршивец, благоденствует!» «Я достойное по делам!» «Труд, который человек может сделать над собой и который принесёт ему благо!» Я просто привёл этот один пример, который очень важен нашей жизни! Этот пример на самом деле является просто иллюстрацией! Иллюстрацией того, что может быть с человеком, когда он в семье начнёт, попытается, будет прилагать свои силы к тому, чтобы бороться со своими страстями на пути этой борьбы, на пути, которая заключается, во-первых, в видении своих грехов, в осознании того, что действительно я никак не могу сам справиться, на обращении к Богу с молитвой, так? На этом пути происходит постепенное затухание страстей! Постепенное их... Ну, искоренение уже трудно в наших условиях сказать! Да, это очень трудно, но, по крайней мере, укращение этих страстей! Семья в этом отношении является великим благом для человека! Здесь происходит самопознание! Здесь происходит, даётся почва, основание для обращения к Христу Спасителю! Здесь только, на этом, только на этом пути в семье может возникнуть мир! Это величайшее благо для семьи! Ибо там, где нет мира, там ничего нет! Здесь приобретается мир! Потому что человек – человек, что прибегает к тому, кто является сам источником этого мира – к Богу! Вот в этом отношении это действительно замечательно, когда мы видим выражение, что семья – это малая церковь! Церковь – это что такое? Это больница! Это больница! И какие же лекарства здесь, в этой церкви? Вот, оказывается, они какие лекарства! Лекарства, которые приводят человека и ту, и другую сторону к приобретению высочайшего блага, которое есть не только на земле, но и на небе – любовь! Вот откуда возникает истинная любовь! По мере украшения вот этих наших гадостей, которые постоянно как змеи высовываются из нашей души и калечат нас! Вот, оказывается, на каком пути возможно приобрести и мир, и согласие, и величайшее свойство, которое я скажу – любовь! Хотя уже не останется совсем никакой там той любви, по которой, может быть, мы вступили в брак! Это быстро исчезает! А если нет ещё и борьбы с своими страстями, то и вообще улетучивается! Потому что, действительно, когда вступают в брак только по этой причине, то верно же так, верно назвал Флоренский – переодетый эгоизм! «Пока ты мне угождаешь, ты хороша или хорош, наступил мне на мою любимую мозоль – уже всё, ты мне враг!»